Силовики ведут огонь из пушек и миномётов. Кроме того, ополченцы сообщили о том, что в посёлке Кременное к юго-западу от города начался бой. С нами на прямую связь из Донецка выходит наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Женя, здравствуйте. Насколько интенсивен этот обстрел и откуда идёт огонь? Да, Эрнест Татьяна, здравствуйте. Действительно, более двух часов назад украинские силовики открыли огонь из 120-мм миномётов по позициям вооружённых сил Донецкой Народной Республики на юго-западной окраине города. Это посёлок Кременная, Петровский район Донецка. Администрация района сообщает о том, что пока данных о разрушениях и пострадавших нет, экстренные службы города просто не могут проехать к месту обстрела, так как снаряды продолжают там взрываться. Как нам сообщили бойцы вооружённых сил ДНР, которые находятся непосредственно на месте событий, украинские военные бьют из миномётов, используют стрелковое оружие. Действительно, бой там начался, вот пока неизвестно, закончился ли. И теперь стоит напомнить, что по Минским соглашениям вооружения свыше 100 мм, калибром свыше 100 мм, должны быть отведены от линии соприкосновения. Но вот украинские военные продолжают использовать миномёты свыше 100 мм, калибром. Собственно говоря, в центре города до сих пор слышны звуки взрывов. Ситуация остаётся напряжённой и на южном направлении, в районе населённого пункта Широкино. Последние несколько дней украинские военные периодически возобновляют артиллерийские удары по позициям сил Донецкой Народной Республики. Используют и ствольную артиллерию, не только миномёты. Несмотря на то, что интенсивность огня, конечно, значительно ниже, нежели в период активных боевых действий, вот ситуация на этих двух участках линии соприкосновения остаётся крайне напряжённой, коллеги. Женя, какая обстановка у Донецкого аэропорта, который сегодня пообещал вернуть президент Порошенко? Обстановка у Донецкого аэропорта также остаётся крайне напряжённой. Я напомню, что вооружённые силы ДНР контролируют всю территорию воздушной гавани, и более того, и на другой стороне взлётно-посадочной полосы, немного севернее, есть позиция бойцов Донецкой Народной Республики. Украинские силовики занимают населённый пункт Авдеевка, опытная. Также есть позиция украинских военных в населённом пункте Пески. И вот даже в момент перемирия украинские военные используют автоматические гранатомёты, противотанковое вооружение для того, чтобы атаковать по позиции сил Донецкой Народной Республики. Сегодня в районе аэропорта также были слышны звуки взрывов. Пока не установлено, какое вооружение использовали украинские силовики. Но обычно они применяют миномёты калибра 120 мм, и 82-мм миномёты используют АГС, используют станковые гранатомёты и противотанковые комплексы. Стоит отметить, что бьют по позициям ополчения в районе радиолокационной станции, стреляют по зданиям старого и нового терминалов, также пытаются атаковать позиции сил Донецкой Народной Республики, которые расположены в районе взлётно-посадочной полосы. По сути, территория Донецкого аэропорта и населённых пунктов, которые прилегают к воздушной гавани, наряду с южными участками линии соприкосновения, остаются самыми горячими точками вот здесь, в Донецкой Народной Республике. И несмотря на то, что действует режим прекращения огня, довольно часто с позиции украинских военных открывается огонь по ополчению ДНР. Ещё раз повторюсь, были зафиксированы и выстрелы из танков, и из гаубичной артиллерии. Артиллерийские дивизионы расположены недалеко от Донецкого аэропорта, я имею в виду артиллерийские дивизионы украинских военных, в частности, по данным ДНР, артиллерия, которая должна быть отведена от линии соприкосновения на 35 километров, находится в районе населённого пункта Авдеевка. Это совсем близко от Донецка. Коллеги. Жень, спасибо. Из Донецка, где только что возобновились обстрелы со стороны вооружённых сил Украины, был наш военный корреспондент Евгений Поддуб. Продолжение следует...